граждане хорошие здравствуйте добрый день на ваших экранах телепроект поверь в себя и с вами ее ведущие с таким юношеским озорством Никита Тарола это первый осенний выпуск нашего проекта приход осени приносит при приятнейшие ощущения совсем скоро разъедутся по своим городам и странам драгоценные гости нашего города и одесситы наконец-то спокойно смогут сходить на море пока вы друзья ищите насос для надувного матраса я с удовольствием представлю нашу участницу с которой мы познакомимся и проведем сегодняшний эфир и сегодняшнее время мария девушка потрясающий замечательным именем мария здравствуйте как настроение супер это очень хорошо отлично правда это здорово мария ввиду того что наш проект а он практически роднит мгновенно людей предлагаем переходить на ты так будет проще маша расскажи себе немножечко вот какие-то главные штучки какие-то интересности свои чем ты занимаешься что это будет движет по жизни в данный момент я домохозяйка у меня ребенку семь лет и у меня начинается новый этап моей жизни мой ребенок лет первый класс у меня будет больше свободного времени на себя вот я увидела вашу передачу на меня заинтересовало я здесь все все верно все верно благодаря нашей передаче ты сможешь немножечко посмотреть на себя по другим углом что-то попробовать где-то с помощью практических советов наших профессионалов и для себя и себе что-то узнать новое приятная музыка в городском саду играет и именно она навеивает следующий вопрос какие у тебя влечения что ты любишь чему лежит душа моя душа лежит к танцам также люблю очень скорость в любом ее проявлении машины и самолеты скутера ты знаешь вот признаюсь честно из меня танцор никудыш не поэтому предложить тебе каким-то образом потанцевать или уроки танцев точно не могу но сегодня мы будем а в торговом центре ривьера где я думаю с большим удовольствием мы с тобой покатаемся на картинге это то самое о чем ты говоришь это скорость это серьезный ветер резкие повороты но и море впечатлений кроме того у тебя будет еще очень много интересных встреч с нашими мастерами профессионалами но это позже а сейчас вот перед тем как мы начнем двигаться дальше это там несколько тебе вопросов которые на мой взгляд возможно дадут возможность тебя увидеть еще каким-то образом по-другому такие вопросы на которые ты отвечаешь очень кратко вот то чем ты владеешь вот все чем ты владеешь чем ты больше всего дорожишь самая-самая конечно сын окей вопрос такой какую добродетель в людях ты ценишь больше всего честность открытость ну и третий вопрос я всегда хотел чтобы не этот вопрос задали поэтому задам тебе если бы ты стала завтра президентом любой страны на земле что бы ты сказала первое или какой бы первый твой был указ у меня много указов будет список большой отлично значит у себя получится хороший президент я думаю что вот такой какой-то веселой форме мы можем двигаться и двигаться дальше и первая наша встреча которая прямо сейчас произойдет эта встреча с диетологом который даст свои комментарии что-нибудь посоветует на самом деле к чему я с большим удовольствием прислушиваюсь поэтому пойдем однажды мой друг увольняя из кондитерского цеха сказал либо ты вкусно кушаешь либо ты хорошо выглядишь а сегодня попробуем с помощью советов диетолога наталья узнать можно ли совмещать приятное с полезным друзья ну а место встречи мы выбрали по велению сердца а в самом центре одессы ресторан мармелад мясо и рыба на камнях уютно вкусно приятно наталья здравствуйте хочу познакомить вас мария наталья вот присаживайтесь вам уверен будет о чем поговорить ну ваша расскажи что тебе сюда привело ну хотелось бы спросить как правильно сочетать белки и углеводы и что правильный как питаться правильно перед тренировкой и после тренировки спортом спортом ты занимаешься фитнес и когда у тебя утром днем вечером тренировка 10 часов утра до тренировки лучше всего тебе есть какой-то фрукт типа банана может быть если ты утром встаешь у тебя есть возможность даже позавтракать то было бы хорошо чтобы ты и завтрак получила для того чтобы у тебя были силы и энергии заниматься если такой возможности нет то нужно выбирать какие-то продукты которые будут минимально нагружать твой желудок и которые максимально будут давать тебе энергию то есть это либо фрукты либо орехи либо какая-то каша в сочетании с теми же фруктами или орехами даже можно какой-нибудь коктейль или смузи например с творогом и с фруктами это будет очень полезно если у тебя нет возможности утром позавтракать то есть ты например утром встала в 7 часов и тебя уже на пол восьмого тренировка лучше всего конечно выпить какой-то фреш может быть или даже просто банально вода с водом и с лимоном она активизирует процессы желудочно-кишечного тракта будет весь твой организм заставляет там все подготовить для того чтобы ты после тренировки позавтракала полноценно но это будет говорить о том что сама тренировка будет даваться тебе достаточно сложно ты утром стала энергия у тебя практически никакой нет потому что всю ночь организм работал ты отдыхала поэтому я рекомендую перед тренировкой все-таки что-нибудь скушать пусть это будет даже банально какое-то яблоко ну а в лучшем случае естественно что надо бы и позавтракать а после если после тренировки у тебя очень сильное чувство голода и ты понимаешь что тебе нужно действительно похудеть и ты понимаешь что тебе два часа кушать ничего нельзя то хорошо после тренировки все-таки выпить какой-то легкий коктейль фреш или смузи для того чтобы у тебя не было сильного истощения опять же это зависит от того был ли у тебя завтрак или нет то есть если ты не позавтракала съела яблоко или грушу или банан пошла на тренировку и после тренировки ты не хочешь набирать никакой вес то организм конечно у тебя будет просто в шоке от того что он не получает энергии его заставляют так сильно и много работать поэтому желательно либо чтобы был завтрак и тогда после тренировки можно ограничиться даже чаем с медом либо чтобы ты после тренировки там в течение получаса или часа уже начала что-нибудь кушать что лучше кушать на ужин можно ли там тушеные овощи или там что-то что отварное он очень быстро надоедает но как раз мясо с овощами очень хорошо сочетается единственно что вечернее время ну ужин у всех понятия разные знаешь кто-то ужинает в шесть часов кто-то мне и ну часов там за пять до сна я стараюсь она вообще что-то ужинать и стараюсь в 6 6 часов вечера ну там еще за пару часов до сна там могу без стекан кефира то есть мы говорим о раннем ужине ну так если это достаточно ранний ужин то мясо тоже даже жареная или гриль вполне с овощами будет сочетаться если мы говорим о том что ты прибежала к примеру с работы это восемь девять часов ты пока приготовила и села кушать конечно ни в коем случае это не позволит об обед что у нас супы обязательно да овощные не обязательно если ты любишь супы то это в принципе очень полезно то есть не обязательно прям чтобы это было овощные то есть можно на каком-то легком бульоне да там это суп пюре если это легкий бульон он вообще даже показан потому что в бульоне как и других но в любом продукте содержится определенные витамины микроэлементы то есть они все несут в себе какой-то заряд либо энергии либо полезных веществ но если речь идет о том что ты хочешь похудеть то в принципе можно переходить на овощные бульоны но чтобы это не было у тебя в системе то есть не так чтобы ты каждый день ела овощной суп и он тебе через три дня уже так надоел что смотреть на него не хочешь и получаешь никакого удовольствия от еды это должно быть очень легко не напряженно не для тебя не для твоего желудка если ты день-два поела овощной суп то на следующий день просто сделай себе какой-нибудь салат просто это зелень или любые овощи с растительным маслом с добавлением даже кусочков мяса или рыбы будет очень полезно и достаточно калорийно даже можно просто обычную уху с какими-то двумя-тремя сортами рыбы можно обычный бульон куриный у тебя будет и энергии и ты не поправишься ну если ты конечно съешь первого но второе потом компот с пирожком да обязательно то о каком похудении можно терять спасибо вам большое пожалуйста занимательная очень полезная информация будем стараться хорошо желаю тебе успехов спасибо большое ну как все хорошо отлично замечательно ну знаешь вот предлагаю не терять ни кураж не темп не время и прям сейчас отправляться на встречу с нашим визажистом стилистом имиджмейкером ирина шабли пойдем а а Субтитры сделал DimaTorzok Как ты поняла, сейчас мы находимся в одном из конечных и самых приятных мест нашего с тобой путешествия. Здесь совсем скоро ты почувствуешь его лечебную атмосферу. Это торговый центр Riviera. Множество здесь интересностей, приятностей, но тебе еще предстоит продолжение вашей встречи с Ириной. Ну и потом обещанный картинг, о котором мы с тобой говорили. Не теряем время, пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично смотрятся на тебе эти коралловые брюки. И украшение очень хорошо дополнило весь образ. Как тебе самой нравится? Очень. Очень просто. Вот то, что я хотела. Эти штаны в сочетании с высоким каблуком, что я очень редко ношу. Все. Очень классно. Но я рекомендую тебе носить обувь на каблуке почаще. Я надеюсь, что как сейчас все и начнет. Пойду работать, начну носить каблуки, надевать деловой стиль. Буду красиво. И это тебе очень идет. Спасибо. Спасибо вам большое за такой красивый наряд. Очень красивый. Будем примерять дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отличный второй образ. Как тебе, Маш? Мне нравится. Но это как бы совершенно кардинально противоположно от предыдущего образа. Но тоже очень интересно. Особенно обувь я в жизни бы такую себе не взяла. Даже бы не померила. А сейчас мне нравится. Очень удобно. Очень комфортно. Видишь, сколько нового сегодня интересного ты узнала в нашей передаче. Также я хотела этим образом показать тебе, что ты можешь выбирать для себя черные леггинсы и различные туники. Сочетать их с туниками. Это всегда смотрится очень стильно и очень тебе подходит. Еще этот наряд хочу дополнить вот таким вот палантином, который мы в данный момент денем как шарфик. Это будет такой яркий твой аксессуар. Сделает он твой наряд более контрастным. Для такой девушки, которая любит экстрим, такое экстремальное сочетание цветов очень даже подходит. Маш, ну пока ты менял наряды, присматривал себе новый стиль, как видишь, уже спустился на Одессу вечер. Несколько слов о пройденном сегодняшнем нет. Твои впечатления? Впечатления невероятные. Очень сильно устала, но это очень приятная усталость. Я очень сильно благодарю всю съемочную группу. И мне было очень комфортно работать с Ириной Шабли. Она замечательный профессионал. Я ей очень благодарна. Да, да, я полностью с тобой согласен. Коллектив очень профессиональный. Но мы сейчас идем как раз по направлению к отдыху. К отдыху экстремальному. Друзья мои, в условиях сжатого времени мы успеваем не все. Но мы можем многое. А теперь закройте уши все пессимисты. Закрыли? Мы можем все. Это был телепроект «Поверь в себя». Если хотите с нами встретиться и принять участие, пишите нам на электронный адрес «Поверь в себя» собакаукр.нет. Пока, друзья. Маша, подожди! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...